Всем привет! Я надеюсь, что я уже в онлайне, хотя этого в общем-то не вижу. Я наконец осуществила мечту идиота и попала на местное Мадриянское кладбище. А теперь посмотрите, как прикольно оно выглядит. Вот смотрите, такое вот маленькое. Это батя Луиза, которая меня сюда в конце концов привела. Видите, вот это вот все, что сохранилось. Тут было больше могил, но 10 лет назад часть кладбища смыла, поэтому они доделали вот этот вот кусок стены, который по цвету существенно отличается, например, от вот этого. И поменяли замок на кодовый. И в общем-то кроме этой барышни никто его не знает, и она отказывается кому-либо его давать. Ну, меня впустила, и слава богу. А сейчас мы идем смотреть на могилы моих потенциальных родственников. Тут у нас такие хорошие немецкие фамилии. Батя сильно извинялась за то, что здесь сейчас такая большая трава и говорит, что через неделю она придет сюда с мужчиной, который все уберет. Я приду еще раз и покажу, насколько чище все на кладбище теперь стало. Видите, тут на могилах камни. То есть кто-то сюда эпизодически захаживает. Я не думаю, что все эти камни положила она, честно говоря. And do you know who is it? Nobody here. Nobody here. Да, а вот это вот мои гипотетические родственники, приехавшие сюда тоже из Гибралтара. Между прочим, у них есть по этому кладбищу отдельная книжка, в которой это все написано и расписано. И книжка-то у меня была давно, а вот на кладбище я в конце концов попала первый раз. Мордегай. Да, вот это вот Мордегай Лавос, как вы видите. Муж Асетраилы. Насколько я понимаю, умерли они в Гибралтаре и перевезли их сюда в виде тела уже потом. Иначе надпись Гибралтар никак не объясняется. Вот, смотрите, немецкие евреи, которые родились в Гамбурге и умерли здесь, соответственно, в 65 году. Гольдбергс, классическая фамилия, достаточно свежая все. Гольдбергс, классическая фамилия, достаточно свежая все. И левая сторона. Первая сторона, которые есть в этой стороне. И последняя сторона здесь. Да, я видел, что это уже после войны. Вот это вот старые могилы, которые старее, чем предыдущие. Вот это вообще красивая. Цветочки. Это уже плохо читаемая. Здесь у нас все хорошо. Видите, никаких излишеств. Интересно, почему она думает, что по этой траве тяжело ходить. Наивная какая. Отличная трава, с моей точки зрения. Все интересно, почему они хоронили их именно таким образом. Все могилы выглядят по-разному. Вот чей там муж или от чьего-то мужа. По-испански написано тоже. В общем, такое интернациональное кладбище. Немецкие, английские, испанские. Кто не попадя. Абрам Робинс. И Герман Горвиц. Это явно немецкий товарищ. Трэмэсэн. Да, и вот такой у них здесь вид прекрасный. Смотрите. В общем, вот такое у нас кладбище. На это радостный ноте мы заканчиваем. И посмотрим, как удачно у них получится всю эту траву убрать. Всем пока!